Каждый вечер Ваня Макаров вместе с мамой спешит на детскую площадку. Самое любимое занятие – кататься с горки. Но и кроме нее здесь есть где поиграть. Качели, песочница, домик для малышей и ребят постарше. Лавочки для мам и пап, чтобы следить за играющими детьми было удобно. Нам очень приятно, что как-то стараются что-то сделать, благоустраивают, как бы, и чалки. Вот детская площадка, здесь вечером очень много детей. Детскую площадку благоустроили в 2020 году в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022 взялись за памятник героям Великой Отечественной войны. Отремонтировали основания, установили новые лестницы, тропинки, выложили брусчаткой. По программе требовалось трудовое участие местных жителей. Они установили вокруг мемориала новый забор. Территория намного очень благоустроилась. Раньше здесь все было заросшей кустами, сейчас очень чистое место. И мы к этому относимся благоприятно. Конечно, нам очень нравится, что здесь будет еще больше ухожено это место. Площадку детскую поставили. Это очень замечательно, очень хорошо для сельских жителей. Сейчас настало время для преображения еще одной площадки. Уже завезли строительные материалы и лавочки с урнами. Скоро будут готовы тротуары из брусчатки. Это, пожалуй, самая сложная и кропотливая часть проекта. Общая стоимость затрат по данному проекту составит более 2,5 миллионов рублей. Это включая и трудовое участие граждан, помощь юридических лиц, внебюджетные средства. Общий вид данного проекта будет выполнен в эко-стиле. Выдержаны все оборудования в данном стиле. По периметру береговой линии у нас будет выполнен тротуар длиною 150 метров. Общая площадь составит более 350 квадратных метров. Вдоль тротуара установят скамейки, найдется место и для парковых качелей. Между ними высадят плакучие ивы, по всему периметру разобьют клумбы. Изюминкой проекта станет фотозона и лавочка для влюбленных. На другой части береговой линии планируется высадить можжевельники. То есть данным способом мы разделим береговую линию на две зоны. В одной зоне будет зона отдыха, в другую часть зона озеленения. Работы планируют завершить до июля. В следующем году Ичалки вновь будут участвовать в программе. Здесь обустроят еще одну детскую площадку, но уже в другой части села. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Ичалковский район. Ольга Данилова, Сергей Соколов.